Библейский портал экзегет.ру представляет Очень сложные тексты. Сложнее, наверное, всех остальных текстов Нового Завета именно с точки зрения богословской схемы. Почему и сомневались в том, что этот простой рыбак написал. Но мы это уже обсуждали, комментируя первую главу. И тем не менее, здесь есть очень простые страницы. И вот смотрите, в конце второй главы говорилось об отношениях слуг господа. И мы об этом долго рассуждали. Общий призыв — повинуйтесь, повинуйтесь. Но не просто терпите, как барана, бессмысленно побои и унижения, а там по-другому найдите смысл в том, что Христос пострадал за вас, и вы, терпя незаслуженное страдание, тем самым приобщаетесь к его подвигу. Третья глава говорит о семье. Рабы-господа, мужья и жены — такие самые обычные социальные роли в Римской империи первого века нашей эры. И вы, жены, точно так же подчиняетесь мужьям. Вот патриархат у нас, да, в первом веке нашей эры. Если какие-то из них непокорны Божьему слову, жены своим поведением могут обратить их к вере даже и без слова, когда мужья присмотрятся к их чистому и богобоязненному образу жизни. То есть смысл в чем? Женщина-христианка, замужем за язычником. Вот не пили его с утра до вечера, а живи так, чтобы он посмотрел на себя, удивился и сказал, а тоже закачу. Пусть их украшают, не замысловатая прическа, не золотые уборы, не нарядная одежда, а то, что у человека в сердце, не увядающие от времени кротости, спокойствия духа, они-то и цены перед Богом. Так украшались в прежние времена святые женщины, которые возлагали надежду на Бога и подчинялись собственным мужьям. Так Сара покорялась Авраама и называла его господином. И вы действительно ее дочерь, если творите добро без робости и страха. Ну, все достаточно понятно, да, то есть женщина украшает скромность, она подчиняется мужчине. Ну вот, еще раз, патриархат, да. Новый Завет не оправдывает, но признает существующие социальные установления того времени, патриархальные и рабовладельческие. Точно так же и вы, мужья, относитесь с пониманием к женскому полу как к более хрупкому сосуду. В этом можно видеть какое-то пренебрежение, но ведь более хрупкое оно и более ценное. Хрустальный бокал ценнее оловянной кружки. Именно потому, что он хрупкий, его разбить легко. Оказывайте им честь, ведь благодатная жизнь даруется им наравне с вами, и тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам. А вот это уже не характерно для патриархального общества. То есть, мужья, в благодати вы равны женам, поэтому чтите их так же точно, как и они вас. Наконец, все будьте единодушны, сострадайте, любите братьев, будьте милостивы, смиренны, не воздавайте злом за зло и броню за броню, а лучше благословляйте. К тому вы и призваны, чтобы получить в удел благословение. Ну, понятно, вот, доброжелательность, причем активная деятельная доброжелательность, как основной принцип христианской жизни в отношении к другим людям, причем ко всем, не только к своим единоверцам. И дальше будет длинная цитата из 33-го псалма. Так что, кто любит жизнь, хочет видеть благие дни, пусть удержит язык свой от зла, уста свой от лукавых речи, пусть уклоняется от зла и творит благо, ищет мира и стремится к нему. Ибо смотрит Господь на праведных, открыт Его слух к их мольбе, но обратится Господь против тех, кто творит зло. Кто же причинит вам вред, если сами вы устремлены ко благу? А если придется даже пострадать за праведность, вы блаженны, и не бойтесь, чего боятся другие, не трепещите. Вот вновь и вновь он говорит, если вы с Богом, вам бояться нечего. Хотя, судя по тому, как часто он это повторяет, бояться им было чего. То есть, какие-то гонения, преследования, да и вообще в мире полно боли и страданий, мы это прекрасно знаем. Сохраняйте свято в своих сердцах Господа Христа. Всегда будьте готовы дать ответ тому, кто станет расспрашивать вас о вашей надежде. Только мягко, осторожно, чтобы совесть ваша была чиста. Способ проповеди. Живите так, чтобы люди вам удивлялись, по сути дела, говорит он. И когда они будут вас спрашивать, будьте готовы дать им внятный и четкий ответ, но мягко, осторожно и от чистой совести. Наверное, больше всего отвращает от христианской проповеди лицемерная проповедь. Когда человек говорит о том, чего он не делает сам, не практикует. Когда его слова о христианстве, его жизнь расходятся. Вот это отвращает людей очень сильно. Как раз говорится, если у вас чистая совесть, то будьте готовы мягко и осторожно. Опять-таки, всевозможные обличения, сволочи, покайтесь, гореть вам в аду. Это совершенно никого не привлекает. Тогда те, кто вас обвиняет, будут пристыжены. Окажется, что они клевещут на вашу добрую жизнь в единстве с Христом. Но не было у них тогда возможности тащить в полицию, в суды, те, кто против них говорили. Приходилось побеждать добрым словом чистой жизни. Сейчас такая возможность появилась. Не всегда это на пользу, мне кажется. Лучше пострадать, если на то будет воля Божья, за добрые дела, чем за злые. То есть страдать все равно в этом мире придется. Так что, если вас обижают за то, что вы делаете хорошие дела, радуйтесь, что не за плохие по достоинству вас обижают. Может быть, это такой немножко нечестный выход, но дальше он предлагает обратиться к опыту Христа. Вот здесь начинается самое трудное место. Ведь и Христос единожды пострадал за грешников, праведных и неправых, чтобы вас привести к Богу. Тело его было убито, но он вернулся к жизни в духе. Ну, здесь все понятно относительно, да, то есть Христос тоже, будучи праведником, пострадал, и это было не бессмысленно, не просто какое-то мучение для мучения, но это было ради спасения всех людей. И вот, а что значит, вернулся к жизни в духе? Ну, телесно он не мог ожить, вот просто тело, умершее, не оживает, но дух может его возродить. И дальше очень странные слова. Именно в духе он отправился на проповедь к заточенным в темницу духом. Когда-то они были непокорны, еще в одни Ноя, Бог терпеливо дожидался, пока тот построит ковчег, но в нем спаслись поводом немногие, всего восемь душ. Ну, понятно одно, что Ноя построил ковчег, и восемь душ, Ноя и его жена, и его сын, три сына с их, тремя женами, всего восемь человек, спаслись от потопа. Да, с этим все ясно. А что значит, что Христос в духе отправился на проповедь к заточенным в темницу духом? Есть разные понимания. Ну, в общем-то, наиболее характерное для православной традиции понимание такое, что это проповедь в оаде. Вроде это противоречит даже такому узкошкольному богословию, где человек после смерти не имеет возможности для покаяния. Но вспомним православную иконографию, где Христос выводит из ада праведников, и, видимо, идет речь о том, что вот с воскресением связано, и даже предшествует ему эта весть о воскресении, о победе над смертью, которую он обращает к духам вот умерших. Возможно, идет речь не только о праведниках, которых он выводит, но и почему Дненою упомянуто. Там, помните, сыны Божии, которые брали жены детей человеческих, и в апокрифах очень часто это обозначает неких падших ангелов, которые спускались на землю для каких-то там языческих оргий, для какого-то идолослужения и так далее. И тогда это будет проповедь, которая обращена также к заточенным в темницу духам, которые, собственно, в этой темнице и останутся. Но даже не это, здесь интереснее всего, а то, что сказано дальше. Так был заранее дан образ нынешнего крещения. А что такое крещение? Обряд, когда люди погружаются в воду, да, который есть не омовение телесной нечистоты, но чистосердечное обращение к Богу. Чистосердечное обращение можно иначе понять как просьба от чистого сердца, просьба очистить сердце или совесть, обещание жить по совести. А мне кажется, вот у Петра все это включено так или иначе. То есть человек обращается к Богу от чистого сердца, и это и есть крещение. К сожалению, очень часто оно понимается действительно всего лишь как некий формальный обряд, который не особенно на что влияет, особенно ни на что и не влияет. Оно приводит вас к спасению, потому что Христос воскрес. Если нет, то этого смысла и не было бы никакого. Взошел на небеса и сел по правую руку от Отца и покорились ему все ангелы, власть и силы. Смотрите, для того, чтобы описать отношения между слугами и господами, между женами и мужьями, Петр выстраивает, по сути дела, такую космическую драму спасения. И он показывает место в этой космической драме каждого и каждой. И семейные ссоры, какие-то раздоры, когда там слуга потерпел побои от господина незаслуженной или что-то еще, оказываются вовлечены вот в эту космическую драму, где речь идет о том, что было еще времена Ноя, что будет вечности. И вот твоя жизнь, она обретает какое-то новое звучание, какой-то новый смысл. Это не просто череда бессмысленных мелочных событий, которые часто не радуют, по крайней мере, которые хотелось бы по-другому устроить, но это вот какая-то встроенность в эту космическую драму, и ты ее участник. Вот, по сути дела, о чем говорит третья глава, четвертая разовет вот эту тему.